Итак, хотел бы сейчас записать ролик, может кому-то будет полезным, как я монтирую видео, какие средства для этого применяю, как это делаю и всё остальное. Начнём мы с самого OBS, которым я записываю. OBS, то есть Broadcast Software, открытая программа, да, Open, бесплатная. Используется и для записи, и для стримов. Ну, стримить я ещё не стримил, но в принципе я для Ютуба уже настраивал, то есть, например, как настроить, я знаю, по крайней мере для Ютуба. Так, ну, вывод, тут ничего сказать не могу, вот формат записи, например, MP4 стоит, это надо настроить как под программу, под туб, в которой вы будете изменять это видео, да, монтировать. Ну, например, я в Sony Vegas Pro монтирую видео, потому вот MP4 мне удобно для Sony Vegas, ну и плюс это видео можно просмотреть. А некоторые файлы неудобные, вот форматы записи. Ну, вот опять же, папка, в которую можно записать, ну, звук это не имеет значения. Видео, ну, в принципе, вот то, что у меня тут записано, ну, это под мой монитор. Ну, в принципе, вот, бикубический, FPS 30, это вот то, что советуется в идеале. Ну, тут кнопки под себя, у меня F4, начать записи F5, остановить, ну, это лично под мой компьютер. Ну, и плюс настройки, опять же, рендер, цветовой формат, это как бы для всех общий, насколько я знаю, то есть, Direct3 и D11, цветовые форматы до 12 и так далее, это все общее. Общий тут, ну, вот тоже галочка, вот в принципе, вот 4 галки стоит, все остальное, по сути, не нужно. И вот, как вышеупомянутый уже Sony Vegas Pro, открыли его, да, и, собственно говоря, что вот первым делом, ну, к примеру, вот у меня есть тут ролики. Ну, вот, например, 28 секунд длится, да, вот так прям переносим, и, например, вот, минуту 59, да, вот, ну, допустим, это видео целое. Первая функция, которую можно сделать, да, вот сразу сходу, это затухание видео. Вот, сдвиг проявления, а с конца сдвиг затухания, то есть, сейчас покажу, включу видео. Ну, побольше, тут видос короткий, можно, сейчас, сдвиг, вот, то есть, это сдвиг проявления, да, видите, видео, ну, как бы, медленно проявляется. Это вот сдвиг проявления. Ну, и, соответственно, сдвиг затухания, и это тоже могу показать, а не же вафы друг друга. Вот, видите, затухает видео. Ну, это давно я что-то снимал. То же самое со звуком. Насколько я, да, вот, то же самое со звуком. То, чтобы звук и видео соразмерно затухали и растухали, так сказать. Дальше что? Дальше может понадобиться обрезание видео, ну, это, наверное, сразу надо было сделать. Ну, вот, например. Например, вот ролик про Passive Exile, да. Вот я стою. И вот появляется обоз, да. Я, например, хочу обрезать до этого момента. Вот я фокусирую этот момент. Вот он, курсор стоит. Правой кнопкой мыши разделить. И вот у меня два фрагмента. И тот, который я хочу удалить вначале, да, я его вот кнопкой Delete удаляю. Ну, придется заново сделать вот этот сдвиг проявления. Но это все за секунды делается. И все. Теперь видос стартуется с того момента, вот, с которого я хотел. Ну, и плюс надо, да, не забыть, потом сдвинуть. Ну, и также в любой момент видео можно обрезать. В конце, в начале. Звук. Правильно, звук можно также. А, звук, он наложен на видео. Да, звук, он, походу, наложен на видео. Ну, если бы, например, песню какую-нибудь сюда подставить, то вот песню можно было бы отдельно обрезать. Так. Следующее, да. Обрезали. Ну, например, хочется какой-нибудь трек наложить, да. Входим в загрузки, например. Ну, и вот у меня какой-то трек, да. Прямо вот так переносим. Вот так ставим. Сразу предупреждаю, будет очень громко. Потому сразу вот тут децибелы убрать. Слышите, да, музыка теперь играет. Вот. И вот тут громкость вот этим ползунком вот верхним изменяется. Ну, и также вот тут можно тоже. Опять же подстраивать. ОБС, он просто звуки тихими делает. Потому вот ОБС, да, он может чуть-чуть обманывать. Кстати, на который я записываю сейчас. Вот, потому ОБС может обманывать. Ну, вот, например, смонтировали. Тоже песню можно растянуть. Вот так. Как я сейчас это сделал. Можно песню так же обрезать. Конечно, зачарование в первой лабе, оно хреновое. Вот так. Ну, например, всё мы вставили, всё обрезали, что надо, да. Затухание там. Также вот на треке можно тоже вот затухание поставить. Всё, всё, что нужно, сделали. Теперь Ctrl-A нажимаем. Нет. Сначала другое. Как избежать рамок на видео. Свойства. Сохранить соотношение сторон. Убираем. Вот. В своё время мне это помогло. То есть, вот, сохранится отношение сторон. Тут не должно быть. Галочки. Теперь видео, оно может быть растянутым, но оно будет потянуто под экран. То есть, без рамки. Далее. Ctrl-A нажимаем. Всё выделяем. И выделяем. Ну, вот, например, в каком формате. Есть тут 1080 на 50i, на 60i. Но это слишком сильно. Моему компьютеру вот 720 на 50i. Ну, это я оставлю. Опять же, потому что у меня монитор почти квадратный. Потом на файл. Визуализировать как. Сейчас подождём. Вот. Уже 720 на 50i. То есть, тот, который я выбрал, уже тут отмечен формат. Вот. Ну, опять же, можно изменить, но это не нужно. Тут название файла. Ну, например, Google, да. То есть, это любой можно. В принципе. В формате MXF. MXF. Отформатируется. Так. Фолдер. Тут папка указана. И нажимаем рендер. Это видео, оно отрендерится буквально, там, минута, да. Потому что очень короткая, там, полторы минуты где-то идёт, да, чуть дольше. Пока подождём. Отрендерилось видео. Вот оно, Google называется. Ну, так просто. Теперь вот прям так перетаскиваем. Выберите файл для загрузки. Ну, вот. Значок добавить видео, собственно, в верхнем правом углу. Это всё известно. Я обычно ставлю на ограниченный доступ. И в этот момент можно пока оно ограничено переименовать, там, как-нибудь, например, как там монтировать видео, допустим, да. Как монтировать видео. Наверное, так этот ролик и будет называться. Ну, и описание, там, какое-нибудь, там, какие-нибудь, ну, я не знаю, это уже личное дело. Ну, и теги. Теги можно прям, насколько я помню, в поиске в Яндексе. Узнать, какие там самые популярные на Ютубе запросы. Ну, опять же, там, я знаю, может, монтаж, там, ОБС, что-то такое, да, к этому видео подойдёт. Потом перевод и монетизацию я показывать не буду. Это, возможно, какие-то, ну, нельзя может показывать. Если компьютерные игры, да, вот категория, то можно прям выбрать, например, Passive Exile. Ну, допустим, не вижу. Ну, похуй какую. Ну, вот, например, да, то есть прям название игр появляется. Ну, это, наверное, будет, не знаю, наука и техника, может, или образование. Образование, может. Тут, как бы, никаких категорий нет. Ну, и тут, там, уведомлять подписчиков, там, но, я думаю, полезная функция. Встраивание видео, там, разрешить комментарии, то есть, может, запретить, например, да. Ну, они у меня всегда разрешены. Как-то так. Ну, и сохраняем, да. Если доступ был открыт, то можно было бы выбрать тут на Twitter ещё, на Google. Итак, вот, обработка завершена. Ну, на самом деле, ролик может и час обрабатываться, да. Это, ну, конечно, 2 минуты было, потому он так быстро обработался. Вот, значки видео. Вот, есть рандомные. Кстати, иногда даже рандомные значки очень удачные получаются. Ну, можно, конечно, свой посадить, но это лучше, на самом деле. Даже лучше свой. Так. Сохранить. Так. Я тоже решил там кое-что не показывать. Ну, мало ли, там, правилами YouTube запрещено. Я просто, как бы, сам не в курсе. Кстати, значок мой тут не подгрузился. Видит, тут максимальный размер 2 мегабайта. Может, слишком большой какой-то значок был, не знаю. Улучшить видео. Ну, вот, из всего этого я бы советовал пользоваться. Только конечная заставка аннотации. То есть, ну, наиболее такие функции, какие-то удобные, что ли. Ну, вот у меня значок видео, да, стоит. Это в каждом видео. Ну, и плюс аннотация. Ну, можно либо конечную заставку, либо аннотацию. Что-то одно только отставлять. То есть, ну, вот наше видео. Ну, и, например, добавить аннотацию, ну, выноску. Вот, она так выглядит, да. Можно название. Можно рамку. Видите, то есть, по-разному выглядеть будет. Ну, и вставлять разную информацию. Например, ссылку, да, там. Прям берете какую-нибудь, копируете ссылку на видео, прям на свое, и вставляете копипастом сюда. Ну, мне сейчас, я не буду копировать, да. Вот, вставьте ссылку на видео, видите. То есть, прям ссылку на свой собственный видос. И вот, открыть ссылку в новом окне, либо нет. Ну, я обычно в новом делаю. И тут, вот, изменять можно. Ну, например. Например. Ой, тут даже такого времени нет. Ну, например, 0-0. Вот так, то есть, со второй секунды будет. Ну, и вот тут, например, там. 0-1, да. То есть, до первой минуты будет. По идее. Видите, тут всякие кликабельные. Я не помню, вот, в качестве примечания кликабельное. Насколько я помню. Ну, для этого надо ссылку вставить. Ну, и плюс, вот, разный цвет. Можно подписать потом. Например. Видите, там. Черт. Клик на меня, например. Ну, это по выбору. Вот. Потом нажимаем сохранить, чтобы все сохранилось. Я не советую что-то другое использовать. Там подсказки, субтитры. Это уже, как мне кажется, левая. Вот. Ну, можно еще конечную заставку. Ну, как я сказал, только одно можно выбрать. Либо аннотацию, либо конечную заставку. Минус конечная заставка, то, что она только в конце видео будет. Ну, вот. Ну, зато аннотации, насколько я знаю, они на телефонах не отображаются и на планшетах. Вот. Добавить элемент. Там можно канал. Добавьте рекламу другого канала. Предложить подписаться на свой канал. Видите, вот такая фигня будет. Вот. Можно ее вот так изменить. Это будет конечная аннотация. Она будет в конце видео видна. Ну, что ж. Как-то так, наверное, я все рассказал. В принципе, что можно было. Показал, да. То есть, некоторые моменты я решил не показывать. Просто, мало ли там, авторские права, еще что-то. Вот. Вроде как-то так.